Значит, помимо этого, вот, кстати, кто не знает, это, возможно, в будущем министр администрации флоры, и об этом я расскажу сейчас более детально. Значит, есть хорошие новости по ситуации, которую вы уже только что слышали, и да, я буду состоять в том комитете, в котором я изначально хотел. К сожалению, не на позиции заместителя главы комитета, но на самом деле это не имеет абсолютно никакого значения, потому что прав у заместителя комитета ровно столько же, сколько у обычного члена. Это просто позиция более, ну, будем говорить, для названия просто более значимая, что ли, ну, замглавы комитета. По факту это ничего не меняет. Главное, это присутствовать, главное влиять на процессы, главное вникать в эти темы и события, которые происходят. Значит, что касается неприятных вещей, о которых хочу вам рассказать, только что мы встретились, наша партия, слава народа, встретилась с президентом, где он нам сообщил ситуацию по министрам, по которым мы будем сейчас голосовать. Значит, есть некоторые моменты, которые лично мне очень не нравятся. Они включают как министра, которого вы только что видели, возможно, будущего министра инфраструктуры, с которым у меня, в принципе, давняя история, которую вы все мои подписчики знаете. Так и по министру Авакову. Однозначно для меня кандидатура министра Авакова неприемлема. Я думаю, что объяснять позицию мою не надо. Я ее объясняю последние годы на своем ютуб-канале и ее освещаю. Значит, есть момент в другом. Голосовать мы будем не за каждого министра отдельно, а будем голосовать, так называемым, пакетным голосованием сразу за всех министров, да, за весь состав кабинета министров. Среди этого состава есть очень много достойных людей, которые будут занимать должности в министерствах. И лично мне хотелось бы некоторых из них видеть на тех местах, на которых их расставили. Стою я перед очень сложным выбором. Не голосовать вообще за министров, голосовать против конкретных министров, к сожалению, я не могу. Потому что данный вопрос был вынесен на голосование Верховную Раду. И так всем депутатам придется с этим смириться. Значит, очень важно понимать ваше мнение. Я хочу, чтобы вы написали. До голосования остается совсем не в ходу времени. Сейчас у нас технический перерыв. И, в принципе, есть еще возможность повлиять на этот процесс. Поэтому мне важно понимать, что думаете вы по этому поводу. Президент лично дал гарантии того, что министр Аваков не останется на этой должности постоянно. То есть этот вопрос временный. Сейчас он под личную ответственность, под личные гарантии. Говорит о том, что позиция министра Авады должна остаться за Аваковым, потому что это связано с безопасностью в стране. И действительно, это один из людей, которые ее могут гарантировать на данном этапе. Он гарантирует, что мы пересмотрим этот вопрос, отдельно пересмотрим, что это действительно момент важный. И что все камни, которые сейчас полетят и в Верховную Раду и в президент, он берет на себя и отвечает за это. Поэтому он очень попросил нас быть единодушными в этом вопросе. К сожалению, у меня немножечко другое мнение по этому поводу. Поэтому я хочу знать ваше мнение. Пишите в комментариях. Ну, как-то так. Даже не знаю, с чего начать. Сложный выбор, говоришь, Саша, да? Ну, ты за Авакова или против Авакова? Выбор элементарный. То, что они там в списке. Но опять вопрос, а почему так получилось, что их всех в список включили вместе с Аваковым? Чтобы не голосовать за каждого по отдельности. Ну, как бы даже просто теоретически так себе подумать, правильно это или неправильно. Списками голосовать за министров. Это тоже неправильно. То есть, если рассматривать саму идею голосования по спискам, то я тоже против. Пусть даже все там будут кристальные люди, но голосовать списком это тупо. Действительно настолько мало времени было, чтобы голосовать за каждого отдельного министра. Это просто бред. Выбор очень простой, Саш. И раньше ты говорил, что ты его сделал. А теперь ты спрашиваешь у людей совета, что тебе делать. Я не понимаю. То есть, ты боишься чего-то, Саш. Что тебя? Уволят или что? Я не понимаю. Тебя никто не уволит. Ты народный депутат. Тебя не Зеленский назначил. Тебя народ выбрал. Тем более, ты сам знаешь, почему народ выбрал тебя. И кто именно голосовал за тебя. Ты же понимаешь, какое у этих людей отношение к Авакову. Крайне негативное. А ты, как народный депутат, как их представитель, должен это мнение отстоять. В Верховной Раде. А ты так неприятно. Что значит неприятно? Ты не можешь определиться, что с этим делать. Против голосовать нужно. И все. Точка. То есть, понимаешь, у тебя, Саш, возникла возможность. Не то, чтобы там изменить. Да, вот ты, понятное дело, как бы ты там не проголосовал, но один голос там может ни на что не повлиять. Ну, это логично. Но при этом ты мог бы свою конкретную позицию, которую ты отстаиваешь, отстоять там, в стенах Верховной Рады. Тем самым показав своим избирателям, что ты последовательный. И что ты будешь отстаивать свою позицию дальше. Даже находясь просто в подавляющем меньшинстве, скажем так. Дальше ты там рассказывал, что в списке есть хорошие люди, которых ты там уважаешь, хотел бы видеть. Но серьезно, Саш, я не буду всех перечислять. Просто скажу одну фамилию. Маркарова. Если ты не знаешь, кто такая Маркарова и какой у нее бэкграунд, то значит ты, наверное, где-то потерялся в последние несколько лет и не знаешь, кто это. И с чем она связана, и с кем она связана. И какие за ней делишки водятся. Ну, почитай, поузнавай. Я про остальных даже не буду говорить. Все, вот Авакова и Маркарова. Все. Больше не нужно ничего говорить про этот список. Дальше. Ты говоришь, что вы пообщались с президентом. И президент дал вам гарантии какие-то. Какие гарантии, Саш? Ну, какие нахрен гарантии? Ничего он не гарантирует вам. Он не может ничего гарантировать. Мы с точки зрения, вот просто с точки зрения закона берем. После чего там? После декабря там, например, Аваков остается и дальше. И что? И ты такой, ой, президент нарушил свое слово. Не выполнил данные обещания. И, ну, не выполнил. И, с точки зрения закона, какую силу имеет данное обещание? Никакой ответственность за министра, за кабинет министров, лежит на вас и на тебе в том числе. И никаких гарантий. Ну, здорово. Что еще там было интересного? Ты говоришь, что якобы Аваков является такой фигурой, которая может обеспечить безопасность в стране. Ну, вот реально, ты как будто несколько лет в этой стране не жил. Не может он гарантировать никакую безопасность. Ты у нас на улицах был? Грабят, убивают, стреляют, воруют, блин, жгут, убивают. И часть из этого всего еще и делает сама, например, полиция. Какая нахрен безопасность? Никакой безопасности Аваков не гарантирует. При нем стало опаснее всего жить в Украине. Ну, как бы просто абсурд какой-то, дикий абсурд. Я вот это все слушал и просто думаю, боже мой, что происходит? Как так? Ну, и, ну, я вот, я же говорю, я не знаю, что еще добавить. Просто нужно для себя определиться, ты за или ты против. И все, выбор он простой на самом деле. Элементарный выбор. Ничего больше добавлять, отнимать не нужно. Либо за Авакова, либо против Авакова. В списке он, в переписке, где угодно. За, против. Ну что, давай, голосуй. Так это и есть твоя позиция, Саш? Ты воздержался? Саш, так можно все считать, что ты слился? Или будешь дальше рассказывать про гарантии, обещания, безопасность? Это все, что ты смог сделать для того, чтобы отстоять свою позицию? Да? Салавар